Всем доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Кто в воскресное утро, 8 марта, решил поучить Тору, это серьезная, серьезная заявка на вечную жизнь. Это можно сказать Алекс Чудеевич. Все, кто сегодня решили поучить Тору, это демонстрация намерения, намерения вообще двигаться в правильном направлении, в сторону Бога. Это серьезная тема. Я не знаю, поздравлять ли с 8 марта, потому что 8 марта праздник выдуманный и непонятный, ну то есть как бы выдуманный, и мне кажется, что нельзя с ним поздравить. Ну то есть, так и ничего страшного, но я воздержусь от поздравлений. Я лучше женщин поздравлю в другой день, просто тем, что они женщины, да, то есть женщины, они произносят, кстати, благословения каждое утро, что спасибо, что создал меня такое, какая я есть. А мужчина произносит благословения, спасибо, что не создал меня женщины. Это очень интересно. Вот такая вот история, да. Но я не буду поздравлять именно потому, что вот выдуманные людьми праздники, они, мне кажется, идут в какой-то разрез с божественным планом мироздания, да, что это же... Хотя, с другой стороны, есть, есть, в Торе есть такая интересная идея, что если с тобой лично случилось какое-то чудо, ну вот какой-то Бог тебе сделал какое-то спасение, например, да, вот, например, там, Влад Косов или там кто-то возьмел кого-то, да, и человек, у него произошло какое-то чудо, спасение, там, он... авария какая-то, и он спасся, да, то есть Бог сделал ему личное чудо, это его личный праздник. Он на это место каждый раз, когда он там появляется, может или должен, вот тут я не знаю, говорить специальное благословение, и благословение, то есть он может это сделать личным праздником, и каждый год праздновать этот день, что вот этот день моего личного спасения, Бог меня спас. А 8 марта, это такой непонятный праздник, его придумали какие-то две, я слышал так, да, какие-то женщины две непонятные, которые вообще были безбожницы такие, да, поэтому я не буду поздравлять, хотя к женщинам отношусь прекрасно. Все, значит, а мы продолжаем изучать Мишлей, и притчи царя Соломона мы остановились на отрывке 16, 16-й отрывок, и, значит, 16-й отрывок, он такой, то есть для этого мы говорили, что богатство, имущество богатого, это для него как крепость, а Мехита Далим, то есть сокрушение обездоленных, их бедность, то есть мы разобрали там, все, все отлично, теперь, значит, 16-й отрывок, Паулат, Цадик, Лехаим, значит, Паулат, это действие Цадика, праведника, Лехаим, Лехаим, это как пьют за это, для жизни, дословно. Теперь, Твуат Раша Лехатас, урожай злодея для греха, значит, всем шалом, да, кто присоединился, смотрите, значит, здесь есть очень, в одном отрывке нам дается опять некая типология, очень важная типология того, что в жизни происходит, значит, есть Цадик, Цадик это праведник, это тот, который делает то, что бог сказал делать, заповеди божественные, божественные, значит, это Цадик называется, праведник. Теперь, злодей, это тот, что делает зло по системе бога, бог сказал это можно, это нельзя, это добро, это зло, тот, кто по божественной системе делает зло, называется злодей, это как книга, это Тора, это от бога, поэтому здесь понятно, да, Цадик это праведник, тот, кто делает добро, злодей это тот, кто делает зло. Теперь дальше. Есть еще другое деление. Есть в этом мире, вот с этого началась притча книга, это первый комментарий Веленского Гоуна, что в любом действии, в любом действии есть, вот обратите внимание, в любом действии есть тот, кто делает, то есть именно сам человек, да, тот, кто делает. Есть цель действия, для чего он делает, его намерение. Есть материал, какой-то материал, есть какая-то форма. Вот четыре составляющих любого процесса. Тот, кто делает, для чего делает, из чего делает и форма, в которой делает. Теперь, значит, вот здесь мы видим цадик, это кто делает? Праведник. То есть праведник это тот, кто делает те действия, которые Бог сказал делать. Для чего делает? Для жизни. То есть все действия цадика, они соединяют его и мир с духовной, с божественной реальностью, с источником жизни, то есть с Богом. Поэтому он цадик, значит, его действия для жизни, а твуат, раша, урожай злодея, для греха. Теперь вот здесь у нас есть какая-то разница, значит, действия праведника и урожай злодея, действия праведника для жизни, урожай злодея для греха. То есть мы видим, что злодей, он действует, то есть его цель, его действия, она все равно зло. И, а тут есть еще одно деление, очень, очень такое глубокое. Вот смотрите. Обычно в любом процессе, вот мы возьмем процесс, процесс выращивания урожая. Урожай, это уже конечная стадия, это результат. А до этого результата есть вспахать землю, посеять, там прополоть, потом собрать, и в итоге ты получаешь мешки с урожаем. То есть урожай, это конечная стадия, а все действия, все действия по ходу дела, если ты не получил конечную стадию урожая, они бессмысленные. Какая польза в том, что ты вспахал, если ты потом не собрал урожай? Какая польза в том, что ты посеял, если ты не собрал урожай? То есть в каких-то процессах главное это урожай, конечная точка. В каких-то процессах, а в каких процессах, и вот тут нам открывается очень глубокая вещь такая, что действия, любое действие цадика, оно для жизни. То есть его, он посмотрел, уже с Богом соединился, сказал слово, соединился, начал заповедь, отлично, закончил, отлично. То есть его, когда ты цадик, и когда ты выполняешь божественную работу, то каждое твое действие, оно уже дает результат. То есть сами действия имеют смысл. У злодеев, у которых цель не божественная, у них даже, когда они получат результат, то так как цель их была против Бога, то этот результат, он тоже для греха и не принесет им пользу. И тут вот как раз очень интересно вот этот вот способ жизни таранический и способ жизни обычный. Обычный человек, он все время стремится получить результат, потому что он ждет. Вот я получу результат, вот тогда я буду радоваться. Способ жизни человека таранический, он от каждого действия, он уже получает результат. Причем мало этого, есть интересная такая идея тоже в Торе, что вот ты хотел выполнить заповедь и не смог, тебе засчитывается, как будто бы ты выполнил. Что это значит? Есть еще одна очень такая глубокая фраза, что нет вещи в мире, которая может устоять перед желанием. И эта фраза, она непонятная. То есть как это, нет вещи в мире, которая может устоять перед желанием. Масса вещей может устоять перед желанием. Например, я хочу сейчас оказаться в Америке. Я хочу, но я не в Америке. То есть мое желание оказаться в Америке, оно как бы не реализовалось. Но, что имеется в виду? Имеется в виду, нет вещи, которая может устоять перед желанием внутри человека. Хотеть ты можешь все, что угодно. Ты можешь хотеть в Америку, ты можешь хотеть стать садиком, праведником. Ты можешь хотеть стать миллиардером, ты можешь хотеть улететь на Луну, ты можешь хотеть все, что угодно. Желание это полностью внутри, оно не имеет никаких препятствий. И что из этого следует? Из этого следует, что если твое желание стать цадиком, стать праведником, твое желание приблизиться к Богу, твое желание изучать Тору и ты это желание каким-то способом проявляешь, то даже если ты не получил результат ожидаемый, то здесь написано пэулат цадик, любое действие цадика, а в какой момент человек становится цадиком, момент когда он выбирает у себя внутри действовать по божественному. Приказу. То есть есть Тора, есть заповеди, есть приказы Бога, я действую, оп, в этот момент человек цадик. Теперь получается у него или не получается? Вот здесь нам сказал царь Соломон, что любое действие цадика, то есть любое действие праведника, которое он делает на пути к Богу, оно лихаим, оно его соединяет с жизнью и включает жизнь. Твое, троша, любой урожай злодея, он греху, потому что злодей, у него не было намерения служить Богу, даже, то есть понятное дело, что вся его работа до результата, она бессмысленна, она пустая, но даже если он получит результат, все равно это тоже бессмысленно. Поэтому быть злодеем полностью бессмысленно. Вот то, что нам в этом шестнадцатом отрывке стало понятно. Дальше. Семнадцатый отрывок. Семнадцатый отрывок говорит нам царь Соломон следующую вещь. Опять же вот то, что Максим говорит, мысль, желание первичные, но важно в каком направлении ты эту мысль и желание направляешь. Если ты его направляешь в сторону Бога, выполнение заповедей, тогда любое твое действие по реализации этого желания, оно тут же уже является действием, которое соединяет тебя с Богом. Если у тебя желание в сторону небожественную, то тогда только при реализации этого желания ты получишь пользу. То есть шаги по направлению к этому желанию, твои действия, паулот, они не дают никакой пользы. Понятно. А если это в сторону Бога, то каждый шаг, он уже тебя соединяет с Богом. И даже если ты не получил конечный результат, то ты все равно должен радоваться. Дальше. Семнадцатый отрывок. Семнадцатый отрывок. Паулот, садик, лихаим. А, это мы уже прошли. Значит, орах лихаим, шумер мусар. Орах лихаим, шумер мусар. Значит, дословно переводится так. Путь к жизни, сохраняющий мусар. Сейчас мы узнаем. Мусар, это переводят как нравственность, но это не совсем так. Значит, путь к жизни, шумер мусар. Веузеф тохахат матер. Значит, путь к жизни, сохраняющий мусар. Значит, мусар, это мы уже учили от слова леясер. Леясер есть в жизни такое понятие, как исурим, страдание. Значит, жизнь человека, она наполнена страданиями и наполнена удовольствиями. То есть, все, что с человеком происходит, оно находится между двумя полюсами такими, полюсами. Один это удовольствие полюс, второй полюс это страдание. Теперь, понятное дело, что люди стремятся к удовольствию и хотят убежать страдания. Теперь мусар, это система, которая позволяет человеку, система такая психологическая, с помощью страха перед страданиями держать себя в рамках. Что это значит? Вот мы учили, что путь к жизни это увещевание мусара, вот эти нравственные увещевания. Значит, сидит человек, значит, и он думает, ну мне вот в удовольствие сейчас напиться. Он думает, ну я сейчас возьму и выпью стакан водки там, виски, вина, и мне будет хорошо. Ну, если кто любит алкоголь. Вот он думает, сейчас я выпью стакан. То есть, это для него удовольствие. Теперь он себе говорит, ну что, и тебе не стыдно так поступать? Ты что, значит, не понимаешь, что этого делать нельзя? Он говорит, ну я же хочу внутри. Второй голос. Идет голос между животным началом и вот этим вот интеллектуальным. Теперь, как хочу получить удовольствие, это сильное такое желание, да? Но, что такое мусар? Мусар, он человек начинает себя пугать. А ты вспомнишь, что потом будет. Алкоголизм, потеря всего, ранняя смерть. То есть, с помощью вот этого вот пугания себя, испугать себя последствиями, можно отказаться от действия, которое на первом шаге дает удовольствие, а на втором даст страдания. Но как это сделать? Нужно себя испугать вот этим страданием. Вот это называется мусар. Мусар, это когда ты себя с помощью страдания, страха перед страданием, ты себя направляешь на правильный путь. Теперь, значит, получается следующая вещь. Вот есть человек, хочет он, возьмем жизненные такие простые примеры. Человек хочет, не водку он хочет, а он хочет просто пирожное. Он хочет взять вкусное большое пирожное такое, лечь на диван, включить какой-нибудь фильм, и лежать, и есть это большое пирожное, и смотреть интересный фильм. Удовольствие, удовольствие. Простое, понятное удовольствие. Теперь, путь ли это к жизни? Нет, это путь к смерти, потому что пирожное превращается в жир, без движения на диване превращается в деградацию, атрофируются мышцы, там все системы рушатся. И этот фильм, он человека выводит в иллюзорную какую-то вселенную, в которой создатель этого фильма придумал некую свою иллюзию, в которую он вводит зрителя, для того, чтобы зритель забыл о той жизни, в которой он живет, и о своих каких-то дальнейших, ну, своих каких-то жизненных историях. То есть, ты погружаешься в чужую историю. Это путь к жизни? Нет, это путь к смерти, это путь к уничтожению. Теперь, говорит нам царь Соломон, 17-й отрывок, путь к жизни, он говорит, сохранять мусар, уметь себя испугать и сказать себе, смотри, значит, ты лежишь, есть пирожное, это путь к жиру, возьми морковочку, это путь к жизни. Эта живая морковочка, все-таки она, ну, как бы, пополезней будет, чем вот этот вот пирожное. То есть, да, она не такая вкусная, да, в ней нету сахара, но ты ее погрызи, и ты потом будешь более живой. Вместо того, чтобы лежать, вместо того, чтобы лежать на диване, ты можешь встать и пойти в лес, погулять, подышать воздухом. Да, это менее приятно, чем лежать на диване, но это жизнь, это жизнь, то есть, ты приближаешься к природе. Вместо фильма ты можешь взять и послушать аудиоурок Торы, недельная глава, с помощью которого каждое услышанное слово, каждое твое в этом направлении размышления и действия соединяет тебя с Богом и с вечностью. Но как себя заставить это делать? Тут реально удовольствие, пирожное, диван и фильм, а там виртуально на будущем шаге удовольствие, которое ты должен себе придумать. Реальное удовольствие рядом и виртуальное удовольствие на втором шаге, они не сопоставимы. Реальное удовольствие сейчас от пирожного, оно перевешивает. И в этот момент приходит мусар, и ты говоришь, хорошо, жри давай это пирожное, жри, но представь теперь себя в больнице, когда ты жирный, больной, лежишь в больнице, тебе этого хочется. И вот эта картиночка, она будет посильнее, чем вот это удовольствие от пирожного. Потому что страх, страдание, это более мотивирующая сила внутри, эмоциональная, чем желание получить удовольствие. Поэтому говорит нам царь Соломон 17-й отрывок, путь к жизни сохранять мусар, уметь себя испугать, уметь себя самому поставить в рамки свое вот это внутреннее животное, внутреннюю корову, и себя прямо шугануть. Тот, кто сохраняет, умеет сохранять мусар и им пользоваться, он может себя тем самым вывести на путь жизни. ВОЗ в ТОХАХАТ, тот, кто оставляет увещевание. ТОХАХА это не мусар. ТОХАХА это увещевание, когда тебе объясняют. Вот я сейчас то, что делаю, я просто объясняю себе, вам, что есть вещи, которые дают моментальное удовольствие, но в перспективе страдания. Есть вещи, которые дают вот сейчас страдания, а в перспективе дают удовольствие и вечную жизнь. Это ТОРА. Теперь каждый выбирает, как этим пользоваться. Когда объясняешь, объясняешь, это называется ТОХАХА. Когда пугаешь, это называется мусар. И вот говорит царь Соломон, что тот, кто оставляет увещевание, то есть тот, кто перестает слушать вот эти правильные вещи, он говорит, да, я не хочу слушать, все, отставь меня, я хочу просто спокойно жрать, смотреть, лежать и все. Это называется оставить объяснение. МАТЭ, он уходит с правильного пути. То есть он пока еще не ушел на путь зла, но тот, кто не учит мусар, тот, кто не учит ТОРу, тот, кто не учит вот эти вот все вещи, которые объясняют, как работает интеллект, разум, тело, он в конце концов скатится в наклонную дорожку. Нет в этом мире остановки. Этот мир как ледяная горка. Если ты лезешь наверх, ты можешь стоять на месте, если ты медленно лезешь, но если ты остановился, то ты начинаешь падать и съезжать. Духовное развитие, как раз мы учили, что путь к жизни, это токоход мусар, увещевание и пугание. И как это не парадоксально, но по-другому мир не работает. То есть в этом мире человек обязательно должен получать какое-то страдание и какое-то удовольствие. Оно примерно равноценно. И если ты избегаешь страдания, говоришь, потом, 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 ты как бы, знаете, как, когда грязно в квартире, ты эту грязь запихиваешь куда-то в углы под кровать. Вот центр же чистый, все отлично. Есть люди, которые пытаются свою жизнь так же строить. Вот сейчас все нормально, все. Потом, потом, потом разберемся. И, значит, все потом разберемся, потом в какой-то момент ты отталкивая вот это страдание, ты его получаешь, вот тебе все, приехали. Большая такая корзиночка приплывает. Понятно. Хорошо. 18-й отрывок. 18-й отрывок, он звучит так. Тут нас переводит царь Соломон сразу в другую вообще историю, он переводит нас в историю коммуникационную, коммуникация между людьми. Значит, переводится дословно 18-й отрывок так. Покрывающий ненависть уста врущие. Покрывает ненависть уста врущие, обманывающие. Значит, муцидиба, тот, кто вытаскивает из себя диба, это дословно переводится как, ну, клевета, можно сказать, лошонара, то есть диба, это когда ты плохо на кого-то говоришь. Уксиль, он, ксиль, это грешник по вожделению. Значит, у человека внутри, давайте разберемся, что это значит. У человека внутри есть эмоции. Откуда берутся эмоции? Эмоции человека берутся, это реакция на его мысли. Например, я думаю, вот, классно, там, завтра у меня будет все хорошо. И у меня эмоциональный подъем. Я думаю, не, завтра будет все плохо. У меня эмоциональный спад. Я представляю, там, не дай бог, что-нибудь, ну, представляю, что-то плохое, что со мной было, вспоминаю, у меня эмоциональная яма. Я вспоминаю, что-то хорошее, что со мной было, у меня, эмоциональный подъем. Это если говорить про воспоминания и про ожидания от будущего. То есть, понятно, что эмоция, это реакция на мысли. Теперь дальше. Если в настоящем времени, если я сейчас увижу или услышу, или почувствую то, что я люблю, то у меня будет позитивная эмоция. Если я увижу, услышу или почувствую то, что я не люблю, что значит не люблю, то, что когда-то приносило мне страдания, то я в данный момент получу тоже это страдание. То есть, то, что я в данном времени увижу, оно вызовет ту эмоцию, которая была когда-то. Значит, эмоции бывают позитивные и негативные. Это как энергетическое проявление мыслей в теле. То есть, эмоция, это энергия, которая распространяется по телу, по нервной системе. И человек эмоции поэтому он чувствует, а мысли он не чувствует. Он мысли, у него летают. Летают мысли, но если эта мысль связана как-то с ожиданием удовольствия или ожиданием страдания, или воспоминанием удовольствия, или воспоминанием страдания, то это вызывает эмоции или позитивные, или негативные. Теперь у людей по отношению друг к другу возникают разные эмоции в разные моменты. Например, кто-то ваш хороший друг, знакомый, родственник, даже любимый человек, он вас начинает критиковать, он начинает вас бить по больному какому-то месту, вот ты, там, то, сё, начинает вас критиковать. В этот момент у вас внутри поднимается негативная эмоция, которая в ее максимальном проявлении называется ненависть. Значит, кто-то вас обижает, у вас внутри поднимается ненависть. Но не всегда человек эту ненависть может высказать. И вот здесь нам дается случай, 18-й отрывок. Тот, кто прикрывает ненависть устами лживыми, это у него, он говорит, да, все нормально, все нормально, а внутри чувствует ненормально, это он попадает в ситуацию, когда его уста обманывают, то есть у него в сердце одно, снаружи другое. Он становится двуличный обманщик. Теперь, но если он мотси деба, если он высказывает, ты меня обидел, ты не прав, там я тебе сейчас докажу, как ты мог, в этот момент Уксиль, он грешник по вожделению, то есть он делает то, что ему хочется сделать, но он грешник, потому что второй человек на это еще сильнее обидится. Я слышал, что проводили такой опыт, интересный опыт, эксперимент, что садили двух детей, садили за стол и говорили, под столом вы можете друг друга бить ногами, то есть по очереди, но ты можешь бить так же только, так же по силе, как ударили тебя. Значит, один ребенок бил другого под столом ногой, второй ему отвечал под столом с такой же силой, было задание ответить ему точно с такой же силой. Через буквально две минуты они уже ногами избивали друг друга там чуть ли не до драки. Почему? Оказывается, что когда я бью кого-то, мне кажется, что это совсем чуть-чуть, что это вообще не больно. Когда бьют меня, мне кажется, что это сильно больно. Ну, то есть я это чувствую как боль. Когда я бью кого-то, то я не чувствую эту боль. Мне кажется, что я его вообще не обидел, я ему ничего плохого не сказал. Я ему просто сказал какую-то совершенно справедливую критику. Так думают люди, когда коммуницируют друг с другом. Для второго человека это очень больно. И он испытывает боль. И он отвечает с той же силой, с той же болью, которую сам испытал. Но тому, которому он ответил в этот момент, это становится дико страшно. Он говорит, меня за что? Я ему ничего не сделал. Я ему просто сказал два слова, какую-то мини-критику. А он мне ответил так, вместо того, чтобы сказать спасибо за критику, он мне так ответил. И пошло-поехало, пошло-поехало. Говорит нам царь Соломон в 18-м отрывке. И тот, кто прикрывает свою ненависть и оставляет ее внутри, он обманщик, и он проигрывает. Потому что ему плохо внутри, и эта ненависть, она внутри его съедает. Тот, кто выпускает ее наружу, он грешник по вожделению, то есть он делает то, что он хочет, ему хочется в этот момент ответить. Но он грешник, потому что он обижает второго в два раза больше, чем тот обидел его. Что делать тогда? Что делать? А ну-ка 19-й отрывок. Он еще в 19-м отрывке усиливает это. Он говорит так. Бро в дворим, когда умножаешь слова, ло их дали пэша. Когда ты умножаешь слова, ты не избежишь греха вообще. То есть ты конкретно не избежишь греха. Пэша это еще хуже. То есть это грех, который абсолютно доказанный и вообще безосновательный. Преступление можно так перевести. Пэша это преступление. То есть если ты вообще вступаешь в коммуникацию, вот в такую, ты по-любому согрешишь. Вэхосэх, сватав, мастиль. Тот, кто закрывает свои уста, он мудрец, мастиль это мудрец, и он преуспеет. Значит, что здесь имеется в виду? В чем здесь как бы решение? Решение в том, что и ненависть, и любые другие эмоции возникают не из-за того, что кто-то сказал, а из-за того, что ты себе сказал внутри, как ты к этому относишься. То есть твое объяснение, оно является ключом ко всему. Если ты, тебе кто-то что-то сказал, ты внутри это сам себе подтвердил, дал этому ярлык, назвал это каким-то плохим словом, это именно возникает у тебя ненависть. Поэтому единственный способ не разгневаться, не включить ненависть внутри и не выпустить ее наружу, это вообще молчать. Что имеется в виду? Молчать не только молчать вживую, а внутренне молчать. Что значит внутренне молчать? Если ты смотришь фильм, если ты воспринимаешь какое-то слова другого человека как некую историю, которая к тебе не имеет отношения, то есть ты ее не впускаешь в себя, ты ее не подтверждаешь, не оцениваешь, ты просто слышишь этот текст, в этот момент у тебя есть возможность не включиться в ненависть. То есть единственный выход, то, что отсюда видно, это не включить внутри эту эмоцию негативную. Потому что если ты ее включил и не выпустил, тебе плохо. То есть она внутри тебя съедает. Если ты ее выпустил, ты включился в сильный конфликт, который как масло в огонь, он только раздувается от каждого слова. То есть самый лучший вариант это что тот, кто закрывает свои уста, он мастиль, он умный. Он в принципе не проговаривает эту всю историю, он не умножает слова, он понимает, что все это поток жизни. И он строит это, проще всего объяснил Стивен Кови, но тут есть очень такие вот я так могу подвести итог. Значит у человека внутри есть какой-то постоянный внутренний диалог. Он ожидает от других людей, что они должны делать так-то и так-то. Он считает, что поведение, которое направлено на него, знаете как, человек видит в чужих глазах видит соринку, в своем бревно не замечает. То есть он очень оценивает негативно, когда кто-то ему что-то делает или говорит и так далее. Вот здесь если поработать внутри себя и закрыть свои уста от всех этих оценок, ожиданий и так далее, а быть просто таким, это все поток. Есть Всевышний, есть ты. Все. Люди вокруг это статисты, которых Всевышний он все делает для твоего блага. Бог все делает для твоего блага. Если на тебя идет какой-то текст, то ты его воспринимай не как коммуникация личная человека с тобой. Это с тобой Бог разговаривает. Это то, что говорил царь Давид, что Миколь, Меламдай и Скалки. От каждого, кто поучал меня, я умудрился. Ти сихатеха, ти эдотеха сихали, потому что твое свидетельство говорило мной. Если ты внутренне воспринимаешь мир вот так, есть Бог, есть ты, и есть твоя доверие, вера, благодарность к Богу, то у тебя все будет отлично в жизни. Все. Вот так я понимаю этот урок. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, всем прекрасного дня, создавайте себе внутренний мир своими словами, в котором будут только позитивные эмоции, и пугайте себя, пугайте себя, то есть есть страшно идти по неправильному пути, то есть пугать себя надо, без страданий жизни нет, в жизни по-любому есть страдания, шаву а то в Миша, по-любому есть страдания, и эти страдания нужно использовать как радость для того, чтобы выруливать на путь жизни. Лыхаем, для жизни. Любое страдание, оно выводит тебя на путь жизни, оно дает тебе стимул какой-то, оно дает тебе какую-то силу. Интересно, что все абсолютно великие люди, они проходили через вот такие вот этапы в своей жизни и именно страдание дает мотивацию двигаться дальше. Все, удачи, успехов, всем пока.